Такого потопа в Красноярске не было несколько лет, говорят чиновники. Из города за сутки вывезли объем воды двух олимпийских бассейнов. Это тысячи цистерн из-под кваса. Очередная гроза с ливнем залила машины, проспекты, подъезды, квартиры и котлованы, стройплощадок. И это при том, что о прогнозе было известно заранее. А на улице вывели всю водосборную технику города. Это 24 единицы. Просто посмотрите видеоподборку от подмоченных велопрокатов на Татышева до Рыбака на лодке в Белых Россах. Никогда не догадаетесь, что это остров Татышев. Все прокаты утонули. Все в воде. Вот колено. Воды ночью было по колено. Сейчас. 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 Субтитры создавал DimaTorzok А этот водопад, похожий на вполне себе природный источник, начал бить из насыпи под строящимся пешеходным мостом на Волочаевской. В разгар ливня камни с грязью вырвало потоком и раскидало по новенькому проспекту. Булыжники лежали прямо на проезжей части. В комментариях красноярцы теперь сомневаются, что конструкция моста безопасна. Забитая ливневка не справилась сразу в нескольких районах. В мэрии составили свою карту подтопления. Откачивать пришлось на профсоюзов 78-й добровольческой бригады. Алексеева, Лисопильщиков в медицинском переулке, районе Крастец и Симофорной. Не обошлось и без ЧП в небе. Молния попала в грузовой самолет Ан-124-100 во время посадки в аэропорту Красноярска. Грузовой борт сел без происшествий. На носу самолета видны черные следы. А на скандальной стройке в жилом районе Яблони в Покровке образовалось озеро грязи. Местные опасаются, в нем могут утонуть дети. За ночь вот такая ерунда у нас получилась. Опять хочу сказать, ничего не закрыто, никакая стройка. Точно так же сюда могут попасть дети микрорайона. И вот представляете, что будет, если дети будут в этот котлован падать.